Спецпредставитель Китая, который будет пытаться в очередной раз урегулировать украино-российский кризис, именно кризис, я обращаю на это ваше внимание, потому что в Китае не считают, что у нас война. Китай считает, что есть украино-российский кризис, но то, что есть война, Китай этого не считает. И нигде, ни разу, никогда не называл эти события войной или даже боевыми действиями. Это кризис. Так вот, спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Москву 2 марта, то есть вчера. Там он встретился с заместителем главы МИД Рашистской Федерации Атлинный, с Михаилом Атлинным и обсудил возможность урегулирования кризиса в Украине. Хуэй планирует посетить Европейский Союз, Польшу, Украину, Германию и Францию с этой же целью. То есть Китай опять пытается вставить свои 5 копеек, но, естественно, в нарративе Рашистской Федерации. Китай предлагает, ну, та формула мира, которую предлагал Китай, она не изменилась. Потому что они сказали, что они не отступают от своих предложений. Это мир в обмен на территорию. Так было изложено в китайской формуле мира, которая была представлена год назад. Ван Ли, тогда бывший глава МИД Китая, он ныне глава администрации Си Цзе Пинь. Так что ждем вот этого представителя, когда он приедет и послушаем, что он скажет. Но пока, еще раз напомню, та формула, которую предлагал Китай, была мир в обмен на территории. Немедленное прекращение огня и начало переговора. Кстати, Ван Ли, который эту формулу тогда озвучивал, он же сказал философскую фразу в стиле китайской философии. Он сказал, главное начать переговоры. А дальше они могут длиться бесконечно долго. Это его была фраза. Ну, вот примерно, я, может быть, недословно ее процитировал. Примерно такое он имел в виду. Содержание этой фразы. Ну, вот это еще одна попытка Китая. Сейчас я вам говорил, что сейчас целая волна в попытке усадить нас за стол переговоров. В попытке спасти Путина от того краха, к которому он приближает всю Российскую Федерацию. Путину просто в край необходимой переговоры. Он понимает, что ситуация близится к критической. В какой-то момент экономика может просто рухнуть. Не может ничего сделать их, даже Центробанк России не может остановить инфляцию. Не может остановить начавшуюся стагнацию российской экономики. Темпы производства падают. И краткосрочный эффект от вливания денег в военно-промышленный комплекс. Все закончился. И сейчас начинается стагнация. Начинает падение производства. Плюс мы помогаем снижать темпы производства. За счет нанесения ущерба военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Ну посмотрим. Наша задача выстоять, выдержать, отбить вот эти все Российские предложения. Кто бы их не озвучивал. Эрдоган, который опять предлагает нам переговорный процесс Стамбул-2. Китайский спецпредставитель или кто-либо еще. На данном этапе, я думаю, что переговорный процесс просто не имеет смысла. Без вывода расширских войск с территории Украины. Самое интересное, что Китай этот вариант даже не рассматривает. Они не ставят во главу угла вывод расширских войск с территории Украины. Они ставят во главу угла немедленное прекращение огня. Продолжение следует...